Уже более 30 лет. С того самого момента, как был описан синдром приобретенного иммунодефицита, не удается поставить под контроль пандемию инфекции вируса иммунодефицита человека, вызывающего развитие этого заболевания. В обществе распространено мнение, что основные поставщики ВИЧ – это люди, практикующие рискованный образ жизни. Мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией, потребители инъекционных наркотиков и лица, ведущие беспорядочную половую жизнь. Однако потребителей инъекционных наркотиков и людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией среди инфицированных становится все меньше, а вот зараженных при гетеросексуальных контактах все больше. Быстро растет и количество ВИЧ-инфицированных женщин, как следствие резкое увеличение числа детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями. Сегодня мы назначаем лечение всем пациентам сразу с момента инфицирования и с момента постановки на учет, для того, чтобы не было вот этих прогрессирований заболевания. И как следствие, если человек не лечится, не наблюдается, то это естественное течение болезни – переход в синдром приобретенного иммунодействия человека. Сегодня есть лечение, оно доступно, оно бесплатно, оно очень эффективно, и благодаря этому мы как бы людям, живущим с ВИЧ, помогаем, наблюдаем, объясняем. В настоящее время ВИЧ-инфекция является одной из важнейших медико-социальных проблем, поскольку число ВИЧ-инфицированных продолжает неуклонно расти во всем мире, охватывая все больше людей. Наибольшее беспокойство у людей вызывало возможность заразиться при бытовом контакте или через воздух. Однако давно доказано, что основной способ передачи вируса – это попадание крови и других биологических жидкостей на слизистую или поврежденную кожную оболочку человека. Так что же представляет из себя этот ВИЧ? Самое плохое то, что первое время ничего практически не происходит. То есть те симптомы, которые проявляются, когда вирус иммунодефицит распространяется по телу человека, это неспецифические симптомы. То есть они могут быть похожи на симптомы обыкновенной простуды. И более того, через какое-то время они ослабевают и вообще уходят. И человек, если не знает, что у него в организме находится вирус ВИЧ, он долгое время этого знать не будет. Будет инкубационный период, период проявления уже какой-то специфики, может длиться месяцами и даже годами. Если со взрослыми людьми все более-менее ясно, то вопрос инфицированных детей в стране по-прежнему стоит остро. Ведь дети ни в чем не виноваты. О детях со знаком «плюс» открыто начали говорить уже давно. Однако отечественный сериал «Нулевый пациент», вышедший в конце мая 2022 года, вновь сбудоражил сердца каждого. Главная тема российской драмы – Советский Союз, неизвестность и непринятие западной болезни и дети, которые стали заложниками вспышки ВИЧ-инфекции. Это поломанные судьбы. Травля, отсутствие извинений за произошедшие и компенсации причиненного вреда. Больше половины пострадавших не успели дожить до создания действенной терапии. А те, кто выжил, до сих пор не готовы показать свое лицо и говорить о болезни открыто. Главный актер сериала – Оскар Ильясов, который проживал эту историю вместе со своим героем, врачом детской больницы Кирсаном Аюшевым, рассказал о своем пути в мир ВИЧ. Что касаемо моего мировоззрения, оно до сих пор меняется, потому что даже тот повод, по которому я прилетел сюда, это как бы продолжение истории всей этой. Поэтому оно меняется. Вот за пару дней на слете ВИЧ-положительных детей, который организовывает фонд Светланы Замбаевой, за эти пару дней меняется сильно, я как будто повзрослел за эти двое суток. Общаешься с детьми, они рассказывают свои истории, они такие жизнерадостные, и это что-то меняет. То есть я в процессе нахожусь сейчас, я не могу сформулировать, что именно, но трансформация происходит безусловно. Несмотря на все большее расширение эпидемии ВИЧ, заражения можно избежать. Правила профилактики просты, но надежны. Чтобы полностью предохранить себя от заболевания, необходимо регулярно проходить медицинские обследования и профилактические осмотры. Не употреблять наркотики и другие психотропные вещества. При сексуальных контактах пользоваться средствами контрацепции и избегать контакта с любыми инструментами и материалами, на которые могла попасть кровь другого человека. Если говорить о тех людях, которые не ходят к врачам, которые не обращаются за медицинской помощью, то через какое-то время у них начинаются разнообразные обычные болезни, которые продолжаются необычно долгое время. Или у них возникает испаление лимфатических узлов на шее и далее уже прочих лимфатических узлов. Проявляются различные характерные для синдрома, приобретённой иммунодефицита, онкологические заболевания. Вот уже по этим признакам врач может определить, что у человека развивается симптоматика СПИДа. Пройти тест на ВИЧ можно в любом учреждении здравоохранения по месту жительства. Кроме того, существует возможность анонимного обследования с предварительной и последующей консультацией врача. Такое обследование проводится в кабинетах психосоциального консультирования и анонимного обследования, которые можно найти в учреждениях здравоохранения и центрах профилактики и борьбы со СПИДом. Во всех указанных учреждениях граждане Российской Федерации сдают анализ на ВИЧ абсолютно бесплатно.